Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. И нет, сегодня мы не будем разбирать какую-то конкретную песню, но все равно поиграем на укулеле и сделаем небольшую распаковочку. А все потому, что сегодня у нас новый выпуск. Боксинга, Дарья! Совсем недавно фирма Flight выпустила портативный усилитель для укулеле. То есть, не побоюсь этого слова, это мини-комбик для укулеле. Сегодня как раз мы его распакуем и проверим в действии, настолько ли он хорош и нужно ли тебе его покупать. Все это чудо упаковано вот в такую вот коробку, сейчас мы ее откроем. Проблема всех этих распаковок не порвать оберт. О, все, получилось. Так, что мы видим? Нас встречает сама вот эта вот колоночка-усилитель, упакована вот в такой вот полиэтилен. Есть двух цветов, светлая и темная. Я решила себе взять такую светленькую, красивенькую, подцветных укулелек. Что у нас еще есть в комплекте? Инструкция. В принципе, она на русском языке. Даже с картинками, прикиньте, все понятно. Небольшая инструкция. И коробочка с зарядкой. Да, тут USB-зарядка, которую можете подсоединить как к ноутбуку, к компьютеру или просто к этому адаптеру питания. Ну, то есть подзаряжать вот эту вот колонку. Вроде бы все. Боксинга, Дарья. Что мы имеем здесь? С одной стороны у нас есть вход для джек, кабельного вот этого шнура. Если что, мы сегодня так же, то будем все подключать, не переживай. Так, дальше у нас есть вход для как раз-таки вот этого USB, чтобы заряжать, то есть для зарядочки. С другой стороны у нас есть кнопка включения. Загорелось зелененьким. Также эта инструкция говорит о том, что если у меня горит зелененькая вот эта вот кнопочка, то значит она заряженная. Ну, а если при включении у вас горит красный индикатор, то значит она разряжена на менее 30%. Алло, Лейла. Лейла, алло. Там еще какая-то кнопочка. И, видимо, громкость плюс-минус. Волюме, скажем так. Также тут идут такие прорезиненные ножки, чтобы ваша колонка никак не скользила. По качеству сборки нареканий, в принципе, я не вывела, потому что все сделано хорошо, качественно, добротно, клей нигде не выступает. Такой момент, что это не просто вам мини-комбик портативный усилитель, это еще и блютуз-колонка. То есть вы можете слушать на ней. Егор Ашипа Диор. Вы можете вообще купить как колонку и ходить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, то есть просто по блютузу можете включить ее для ноутбука или для смартфона, как это принято говорить у молодежи. Привет, нет, нет, молодежи. И как гласит инструкция, что вот эта вот круглая кнопочка отвечает за блютуз. А, вот, выключилась. Теперь давайте перед тем, как мы ее подключим, разберемся, зачем она вообще вам нужна. Может быть, вы, как и я, в свое время купили укулеле с подключением и ни разу ее не подключали. Мне, наверное, было только один раз, это было на мероприятии, где у меня было куда подключить эту укулельку. В основном я играла без подключения. И я прям задумалась, типа, Дарья, ну ты же купила инструмент с подключением и не подключаешь. Может быть, тебе купить полноценный огромный комбик? И я вот в том году прям хотела его купить, думаю, надо-надо, и потом что-то забила. Думаю, ладно, и без этого нормально звучит. И так сойдет. А потом я узнала, что Flight выпустили вот такую портативную колоночку USB-комбик. Мне кажется, грубо, конечно, говорить, что это комбик. Пусть это будет усилитель, да, портативный усилитель. Он небольшой, можете куда-то пойти в лес, спеть белком. Я думаю, что это прекрасный шанс испробовать его в действии с моими укулельками. У меня есть две укулели с подключением. Это концерт, вот этот весь обклеенный у меня, и тенор. Моя основная сейчас укулеле. Единственная проблема в том, что в концерте я не меняла кроны, скорее всего, она уже села, поэтому мы будем подключать его к тенору. И для подключения вот этой штуки к вашей укулеле вам потребуется инструментальный кабель Jack-Jack. Его придется, к сожалению, приобрести отдельно, потому что в комплекте он не идет. Ребята, если что, имейте в виду. Если вы соберете покупать, вам нужно докупить инструментальный кабель, если у вас до сих пор его нет. Мы берем нашу укулельку, берем шнур, и сейчас пошагово даречка вам объяснит, как что подключать. Смотрите. Берем мы с вами кабель, один шнур втыкаем вот в это вот отверстие. Втыкнули. Пока что можете не включать ничего, чтобы у вас не пфффф, вот так вот не было По децибелам вашим включили колонку, теперь будем включать В тенор мой любимый, кому интересно, у меня был обзор отдельно на него, посмотрите Следующий шнур мы включаем с вами в инструмент И вот она автоматически у меня подключилась То есть загорел зеленым, до этого не горело ничего Включим колоночку Пока не работает что-то Может громкость чуть-чуть побольше? А, ну да, у меня тут фалиме потише сделано Так Опа, пошло дело, пошло Я не знаю, вам слышно или нет Все, она работает По классике начнем с аккордов, как они у нас будут звучать Может чуть потише, такое ощущение, как будто перегруз Ну-ка Да, неплохо А если я на максимум громкость выведу Ооо, пошло, пошло Ну-ка Ну вот, проблема из-за того, что она сама по себе компактная Это же портативная колонка усилитель Не справляется немножко с высокой громкостью Начинает фонить прям типа Ну вы услышали, да? Неплохо, неплохо Так, давайте-ка сейчас что-нибудь сыгранем Немножечко такого Чтобы послушаться Еще один плюс данной колонки В том, что в ней будет слышно очень хорошо Флажолеты, вы только послушайте Магия волшебство Боксинг от Дарри Ну может чуть-чуть, конечно, погромче Просто прикол в том, что на моей угле Можно громкость вывести, вот благодаря вот этой штучке стройной И на самом вот этом устройстве Тоже можно погромче сделать Чтобы прям вообще было комбо Слушайте, очень прикольно слышно вот эти Вот эти вот глушения Прикольная штука Но вот единственное, если у вас какой-то прям масштабный аккордик Вообще, в принципе, если вы играете аккордами То она так подфанивает, я бы так сказала Но, в принципе, на какие-то вот отдельные моменты Звучит довольно-таки прилично А что, если я сыграю без Ну да, без подключения, конечно, звучит лампово Наверное, это из-за того, что мы привыкли играть без подключения Но если вы настоящий родский рыб И вам охота мощи мяса Давай мясо! Давай мясо! Можете попробовать сыграть с подключением Так, давайте еще что-нибудь я там намурлыкую вам Ну вот, слышите, да? Фонит Смотрите, еще что можно сделать К сожалению, тут нет никаких встроенных эффектов Ну, то есть, тут просто громкость и все Но у меня есть в самой укулеле встроенные эффекты Такие, как сейчас зачитаю Что, думаете, я каждый раз им пользуюсь? Реверб, хорус и дилей По идее, они должны также работать Это же как колонка А так, с ревербом я более-менее понимаю А если взять дилейчик? Да, тоже работает, тоже работает, все верно Смотрите, мои эффекты, которые встроены уже в укулеле, проецируются Но вот проблема в том, что, конечно бы, я бы добавила сюда дополнительные эффекты Потому что не все укулеле с подключением сразу имеют какие-то эффекты Поэтому, если у вас просто укулеле с подключением, к сожалению, каких-то финтов вы не сможете дополнительно накрутить Но! А нужно ли оно вам? Начнем с этого Может, вы просто хотите звучать немножечко громче? Тогда да Но по мне это очень клевый вариант, потому что вы можете включить минусовку какой-нибудь песни и на нее играть Как бы импровизация Ну или также учить песни без проблем, почему бы и нет Давайте, чтобы я не была голослонной, сейчас найду какую-нибудь песенку у себя в плейлисте На коленки себе положу, попробуем чуть ли на это нагреть Ну вот, единственное, я не знаю, можно ли как-то тут полностью отрегулировать громкость отдельной минусовки Думаю, что на телефоне это можно сделать И отдельная громкость была у инструмента Я думаю, что можно у вас встроенную снимать или делать Ну, по идее, по идее, как вы слышали Опа, пошла крутость, это какая Прикольная идея, прикольная затея Когда вы учите какие-то песни или играете импровизацию Или вообще что хотите, делайте То есть вы можете ее, конечно, купить как просто Напоминаю, колонка, поехали в лес, да? Пугать клопов А можете приобрести ее как дополнительный аксессуар к вашей укулельке с подключением Мы же зачем-то ее, напоминаю, покупали с подключением Боксинг, Адари Пока я ждала, чтобы гром закончился Я тут что-то тыкала, играла вам И поняла, что вот эта круглая кнопочка Которая отвечает за включение и выключение блютуса Отвечает также еще за паузу Если ваш телефон воспроизводит какую-то в этот момент песню Он ее включит Типа, вот в моем случае так произошло Понимаете? Вот, поэтому имейте в виду Чтобы вы не сидели и не тупили, как я Единственная проблема в том, что у меня нет никакого рядом стола Чтобы вам в кадре вот держать вот эту вот колонку Поэтому я ее положила на колени Мне очень нравится, как вот это вот Вот эти вот всякие Слушайте, мне кажется, очень клево будет делать на ней перкуссию Ну, то есть подключение вот этой колонки Если что, я делаю вот это Как будто битбокс-микрофон Это открывает новый вид вообще перкуссии на укулеле, я считаю Может найти какое-то новое звучание Вы можете благодаря вот этой колонке Ну вот да, опасненько-опасненько играть на ней аккорды Потому что сразу мешанина какая-то из ухов получается Боксинг от Дарри Мой вердикт на таком красивом мажорном аккордике Прикольная штука Тем более мало места занимает Я напоминаю, я хотела купить реально комбик Огромную бандуру А, как вы видите, предлагаемый вариант от Flight Бюджетненько, качественно Поиграть самое то И послушать музыку тоже самое то Но мне также будет интересно ваше мнение Нужен ли вообще такой аксессуар? Клевый ли идея? Или нужно полноценно покупать комбик, чтобы звучать очень громко? Напиши свое мнение, я все прочту Ну, а на этом мы с вами будем сегодня заканчивать Я пойду слушать Егора Шипа Диор Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Там ваше походу торнадо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА